В это село и указателей не найдешь, да и дороги-то нормальной нет. И живет здесь, если верить Википедии, всего 20 человек. Но кажется, страничку об этой маленькой деревеньке во всемирной энциклопедии создал кто-то из этих людей. Праздник села в Нове проходит уже в пятый раз. И те, кто живет здесь до сих пор, и те, кто сюда уже давно приезжает только как дачник, все вместе стали вспоминать историю своей маленькой родины. Еще, как папа рассказывал, здесь еще были мордовские поселения. А потом эти поселения, в общем, эти земли были отдали князю Голицыну. И у нас, значит, граница была, у нас там речка есть между Степановым и Новым. Там жили барские, а здесь у нас были вольно отпущенные, можно сказать. Местные вспоминают, кажется, селу 400 лет. От Вачи до Нового всего 13 километров. И в советские годы отсюда на Вачский завод труд возили торф. В Нове была даже школа 4-летка. Вот так и можно было бы всю скромную историю села в трех предложениях рассказать. Но в 2010-м произошло странное. Во время пожаров, бушевавших тогда по всему югу, кто-то где-то в другом мире решил, что село точно не должно сгореть. Огонь сначала подошел с юга западной стороны. И население, вот как один поднялось. Мы, несмотря на то, что пригнали сюда автобусы, всех выселять, практически никто не поехал. И встали стеной вот перед самой деревней вместе с пожарниками. И вот знаете, какая-то ситуация так труднообъяснимая. Огонь шел на деревню, перед самой деревней свернул и пошел вдоль деревни. Из 2011 года вот эти две тетушки, Зинаида Ивановна Копнина и Антонина Михайловна Парфенова, стали собирать односельчан, соорудили сцену из колхозной телеги и начали вручать грамоты за самый красивый двор, честовать детей войны, в селе почему-то остались только бабушки, и бить во все колокола. Деревня-то живет и будет жить. Дачников стало больше. Посмотрите, сколько их в этот раз на праздники. Результат налицо. Это несколько лет назад деревенские начали, как сейчас модно говорить, работать с инвестором, чтобы еще больше народу в селе было. Вот дома продаются, и нам хочется эти дома так продать. В общем, участвуем мы тут, с риэлтами работаем. Чтобы они, в смысле, чтобы жители-то сюда приехали, чтобы жили здесь. Вот уже одна семья здесь есть. Наши Канары рядом, в огороде, и наш Египет тоже где-то здесь. Вот так живем. Сегодняшний праздник – это тоже не просто торжество. Сейчас вот попразднуют, а потом все вместе сядут рабочие вопросы решать. Ну, вопрос вот. Вот опять по дороге, например. Нам хочется, вот сейчас вот раздолбали ее машинами, нам хочется опять собрать маленько, хотя бы песочку или щебенку что-то купить и маленько засыпать. Кстати, селу действительно есть, чем привлечь дачников до туристов. В лесах вокруг ягод, видимо-невидимо, грибов целыми корзинами несут. В общем, приезжайте, жители мегаполисов, дышите чистым воздухом. В Яндекс.Картах найдите село Ново, Бачевский район. Алексей Александров и Максим Веселов. Объективно. ННТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok